Друзья, всем привет, с вами Джейсмоук, меня зовут Роман и сегодня мы смотрим на долгожданную дрипульку от коллаборации Венди Вейпа вместе с Алексом. Фобия по счету является уже второй дрипкой Алекса. Почти год назад совместно с Twisted Massas он выпустил стилл RDA, который имел ошеломляющий успех как на просторах СНГ, так и за рубежом. А вот Фобия собиралась уже по образу и подобию релоуда, который по мнению Алекса является эталонным бачком по вкусу передачи и затяжки. Поставляется дрипка в пластиковой коробке, на которой с обеих сторон нанесено предупреждение о том, что данный продукт содержит никотин, который вызывает сильную зависимость. Внутри коробки нас сразу же встречает дрипка с дополнительной юбкой и зиплок с допами в виде переходника под 510 дриптип, синие отвертки, сквонг пена, запасных орингов и запасных винтов. Вторая юбка отличается от первой возможности установки чавкэпа, ведь заправлять дрипульку через него намного проще и удобнее, чем полностью снимать купол, уделываться в жидкости, а потом еще поправлять котом. Ну, вы понимаете, о чем я. На сегодня фобия доступна в четырех цветах. Анодированный мат, сталь, золото и цвет лужи бензина, который мы решили к себе не завозить. В зависимости от выбранного цвета меняется и конфигурация исполнения дриптипа. В черной дрипке идет далериновый дриптип и чавкэп, а на всех остальных цветах эти части выполнены из ультема. На лицевой части купола расположен логотип Фобии, в котором некоторые находят сходство с логотипом Offspring. На верхней части расположена декоративная надпись No More Phobia, которая все равно будет перекрываться дриптипом. Внутри купол имеет сферическую обработку и в теории это должно положительно сказываться на вкусопередаче. На нижней части регулируемый пин, серийный номер и логотипы дрипки и канала Алекса. Обдува у Фобии предостаточно и регулируется он путем проворачивания топкэпа, но есть одно но. Некоторые дрипки свистят. Этот эффект вызван не проблемами с конструкцией обдува, а с проблемой кривых рук китайского мальчика, который собирал эту дрипку. Но пофиксить эту проблему не составит абсолютно никакого труда. Вся проблема заключается в изоляторе, который просто находится не на своем месте. А для того, чтобы превратить ваш свисток в дрипку, достаточно просто немного задвинуть изолятор внутрь тонким предметом. А теперь переходим к самому интересному, его базе. На деке реализованы две стойки, которые разделены диэлектриком. На каждой из стоек имеется гравировка с названием дрипки. Фиксация ножек спирали происходит путем прижатия позолоченных винтов М4, которые имеют крестовой шлиц. Но можно поменять винты и на запасные, которые будут под шестигранник. А для любителей сквонг-боксов в дрипке предусмотрена возможность установки сквонг-пина. С установкой спирали проблем здесь ни у кого возникнуть не должно. Открутив винты, освобождаются посадочные места под ножки спирали. После того, как спирали установлены, винты прижимают ножки, после чего прожигаем спираль и устанавливаем катон. Длину катона отмеряем под ринг, после чего укладываем в ванночку, заправляем жидкостью и дрипкой готова к использованию. И нам остается лишь выяснить вопрос цены. Рекомендована розничная цена на нее составляет 960 гривен или 1900 рублей. Ну что ж, подведем итог. Хоть ничего инновационного эта дрипка и не принесла, все равно мы имеем достойную вкусопередачу, отличное качество сборки, заглюченный мини-кин-в2, отличный навал, продуманный до мелочей конструктив, начиная от чавкепа и заканчивая маленькими гравировочками на стойках. И плюс ко всему прочему, вполне себе адекватный ценник. По моему непроплаченному убеждению, я спокойно могу называть эту дрипку лучшей на момент начала 2018 года. И мы были бы не мы, если бы мы не разыграли дрипку с нашего обзора. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, все, что вам нужно сделать, это быть подписанным на наш канал, нажать на бубенцы, чтобы получать уведомления о наших новых роликах, оставить любой комментарий внизу и поделиться этим видео в любой социальной сети со своими друзьями. Победителя мы узнаем уже в следующем видео, а на этом у меня все. Всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok